Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, господа. Сейчас я попробую настроиться, посмотреть, пошла ли трансляция. Так, одну секундочку. Субтитры сделал DimaTorzok А как? Сцена 4? Сцена 2? Пока не вижу. Сцена 4? Сцена 2? Сцена 4? Сцена 2? Трансляция. О, все есть. Да, да, да. Они видят меня, да. Здравствуйте, друзья. Теперь что? Сейчас, ну, что мы забыру, все есть. Здравствуйте, господа. Сейчас я попробую настроиться, посмотреть, пошла ли трансляция. Здравствуйте, друзья. Ну что, давайте попробуем начать. Я очень извиняюсь за не очень хорошее начало, потому что был немножечко задержка. Сейчас. Ну что, давайте сегодня, как всегда, отвечу на ваши вопросы. С удовольствием это сделаю. Сегодня прекрасный день. Сегодня активно начала работать компания Mizuni. Ну, давайте быстренько поставим плюсики, работает или нет. Я думаю, что у нас все работает. Трансляция вроде идет. Снимаю наушники. Итак, Валентина Головань, витаемый на ремне спонсор. Здравствуйте, Валентина. Очень приятно вас видеть. Елена Скрипко. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, слышно меня. Итак, Елена Скрипко. Хочу спросить, есть ли у меня потенциал стать хорошим специалистом в биоэнергетике? И стоит ли чем-то другим заняться? Хочу учиться у вас. Но чуток позже, потому что, когда нашла вас, то уже начала учиться. Огромное спасибо вам за знания, которые вы нам даете, даже оплачивая. Есть куча информации, как прожить эту жизнь правильную. Супер. Так вот, для того, чтобы стать специалистом в биоэнергетике, нужно знать лишь одно условие. Правильная биоэнергетика – это знание доброты. Чем сильнее человек развивает в себе состояние сострадания и доброты, тем мощнее работает его энергетика, и тем сильнее он может помогать другим людям. В случае, если вы полностью покорили это состояние в себе и полностью подчинили состояние раздражения, ненависти, если вы очень долго обижаетесь, злитесь, ненавидите, переживаете, особенно если это связано со вспышками гнева, то, скорее всего, биоэнергетикой вам не стоит заниматься. Люди, которые занимаются биоэнергетикой и у которых получается, это обычно люди, которые имеют просто потрясающую выдержку, внутреннее состояние ровности. За счет этого они другим людям помогают. Самые простые способы помогать другим людям – это положить руки на человека, отвернуться и после этого сказать, не сказать, а почувствовать. Почувствовать к нему теплое отношение и сказать – болезнь, отстань от него, помоги ему. Или представить под своими руками золотого человека. Как известно, золото управляет людьми, или золотая энергетика, савитур управляет людьми и помогает людям. Поэтому вот таким образом. А у вас действительно силы для этого есть? Елена Жижунина. Подскажите, что о нас говорят наши болезни? Это как мне все нужно сказать, что о вас говорят? Какие добродетели, на что влияет в теле и в нашей судьбе? Вы сказали сейчас, вот приблизительно так, что мне в жизни мешает быть счастливым человеком? Или это такой, вот вы сейчас задали такой вопрос, который настолько обширный, и о нем можно говорить даже не один час, а несколько, наверное, недель или даже месяцев. Этот вопрос такой глобальный. Какие добродетели, на что влияют? Хочу вам сказать, единственное добродетель, которое влияет на человека – это чувство добра. В случае, если человек внутренне ощущает добро, в случае, если у человека есть ощущение, что это добро находится в его душе, в случае, что если это добро начинает расти, то он может ощущать, если он ощущает, что это добро идет к нему во всех событиях, которые находятся вокруг него, это соединяет его с состоянием Пуруша. Пуруша – это бесконечная вселенская любовь. В случае, если состояние Пуруши находится внутри груди, в панишадах написано, она находится прямо в центре груди, имеет размер не больше человеческого пальца. В случае, если человек ощущает Пурушу, в случае, если эта Пуруша в нем, она радостная, счастливая, внутри теплая такая, ощущается как счастье, то в дальнейшем все события, которые происходят вокруг этого человека, будут наслаждением той Пуруши или тех качеств, которые дает человеку Бог. А вы знаете, что многие люди, они, собственно говоря, ничего не чувствуют. Для меня это очень большое открытие. Очень часто человек так устроен, что чувств у него нет. Многие люди почему-то, они обучаются чувствовать, но сами по себе не чувствуют. У них это работает как рефлекс. То есть сказали там уступать, уступают, но чувства, что нужно уступить, там места нет. Или там это правильно любить, но чувства, что можно любить, чувства любви нет. И очень много таких людей, которых воспитывают по принципу рефлексов, а чувствовать такие люди не умеют. Развитие, как человек начинает развиваться. В этом мире человек рожден для того, чтобы расширить состояние своих чувств. Чем больше человек начинает чувствовать, тем ярче у него появляются паранормальные способности. Когда и как происходят чувствования и что вообще можно чувствовать? Можно чувствовать радость растений, можно чувствовать радость земли, можно чувствовать радость леса. Кстати, очень хорошие, я даю рекомендации вам сейчас, вот знаете, попробуйте сделать так. Когда-то мне ученики писали, Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы насобирать много грибов? Заходите в лес, чувствуете своей грудью или вот этим местом, где находится атман или пуруша, находите место, где есть ощущение чувств. Относитесь в этом случае к лесу хорошо, при этом говорите, мои грибочки, идите ко мне, идите ко мне, мои грибочки. Вот как вы зовете, как вы зовете обычно кошечку или собачку, можно говорить, мои грибочки, идите ко мне в корзинку, идите ко мне, идите, мои хорошие. Точно так же и с рыбкой. Садитесь и говорите, мои рыбки, мои рыбки, мои хорошие, идите ко мне. Я уже заждался, хочу, чтобы вы ко мне пришли, идите ко мне. И мой крючочек самый лучший, и моя там козявочка самая лучшая, идите ко мне, я так вас желаю. И забрасывайте при этом. И вот я вам говорю, если вот таким образом, через ощущение чувства, все делать, то очень хорошие результаты в жизни появляются. Знаете, как говорят, ставят вот так руку возле своей шеи и обычно говорят, денежки, денежки, идите ко мне, обожаю вас, обожаю. Люди пишут, Андрей Андреевич, как избавиться от сглаза, порчи? Вы знаете, есть тайна, она очень легко исполняется, ее прямо очень легко запустить. Она звучит так. Если человеку хочется избавиться, и он ощущает, что у него сильные порчи, он должен на протяжении ночи, перед засыпанием, произнести, перед самым сном, дышать через слог У. Ложитесь, губы вытягиваете и дышите так, как будто произносите слог У. Вот если произносить слог У, то в жизни начинается следующего дня вести. И везет, и жизнь хорошая. А если хотите, чтобы в жизни было много богатства, везения, то на протяжении дня как можно чаще произносите слог А. То есть идете просто так, идете так, как будто через букву А разговариваете. Это очень эффективные методы, кстати. Валентина Голувань. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Огромное спасибо за такой удобный график занятий. Марафон 13. Искренне приятно. Спасибо. Ивана, добрий день, пане Андрію, ваша ученица из города Моршин. Захоплюсь вашими знаниями, прошу вашу пораду. Заміж выйти не получается. Дома постійно скандали, слідую вашим порадам. Скажите, будь ласка, что чекает меня? Вы выйдете заміж, я вас бачу. Мужчина, чоловік ваш будет не очень великого взросла, але вам буде подобатись, такий тепленький, рідненький, такий головатень, головастик, такий, велика головка, широкі плечі. Гарний буде у вас чоловік. Почему женщина не може выйти заміж? З чем это связано? Все связано з тем, что у женщины существует, і у мужчины существуют наработанные нити. З чем связано наше вообще желание выйти заміж? И что это такое? Желание выйти заміж является фактически элементом продления рода. Элемент продления рода связан с теми событиями, которые совершали не только мы, а еще и наши предки. Вот смотрите, как род не продлевается. Или чем наказать человека, чтобы его род не был продлен? Нужно сделать этого человека полностью, чтобы у него не было половых органов. Не будет половых органов, все, человек не может продлить свой род. Таким образом, можно сказать, что ключевой элемент для того, чтобы человек продлил свой род, это половые органы. Но человек в своей жизни очень часто проклинает половые органы свои, так же он их боится, боится на них смотреть, считает, что стыдно к ним прикасаться, считает, что они там гадкие и вонючие. Так же с самого детства многие используют ключевые слова проклятий, которые связаны с названием и оскорблением других людей при помощи использования ругательственных слов, напоминающие половые органы и все, что с ними связано. Тем самым происходит проклятие рода. То есть вы проклинаете свой род вот этими бесконечными матами. Фактически, если энергетически просматривать человека, то у мужчин вместо полового органа висит вот такая большая черная виноградная гроздь, как будто на ней большие такие приклеенные мухи. А у женщин приблизительно то же самое происходит, но у нее наоборот. То есть если у мужчины все наружу, то у женщины все внутрь. И у мужчины больше такого темно-фиолетового и черного цвета, то у женщин это все идет такого темно-коричневого цвета и больше в сторону красного. И в случае, если такое происходит, то такое убирать очень сложно. И до момента, пока это не устраняется, выйти женщина замуж не может. Но есть обряды, они очень эффективны и очень хороши. Это применение огня. Человек садится возле огня, просит своих предков, чтобы эти предки помогли ему и простили его, и отпустили, и помогли ему иметь семью. Садится таким образом, чтобы перед ним был костер, расставляет ножки и представляет, будто огонь от костра или любого источника, где есть напрямую огонь. Напрямую входит в его половые органы, нагревая их и очищая. То есть представление в половых органах самого настоящего пламя помогает очень быстро выйти замуж. Это для мужчин. А вот для женщин немножко сложнее. Почему? Она должна представлять в левой грудной железе и в правой еще дополнительно солнце. Почему? Дело в том, что такое солнце позволяет создать круг. То есть одна железа и другая, они на энергетическом таком уровне, они создают круг такой. Этот круг обычно у незамужней женщины должен быть либо на уровне груди, если у этой женщины очень сильная энергетика, очень хорошая семья, крепкая, все родные друг друга обожали и так далее. Но в случае, если у женщины самая обычная, самая обыкновенная семья, где люди так к себе друг к другу относились, лишь бы жить друг с другом, не заморачивались по этому поводу, то такой круг можно рисовать не на уровне груди, а на уровне живота. Нарисовав на уровне живота бублик, женщина может выйти замуж, при этом попросить прощения и помянуть своих предков, и при этом посидеть возле костра. Это один из самых лучших методов, который помогает мужчине и женщине в дальнейшем найти свою судьбу. А то, что вас чекает, солодка свадьба и солодкое дружение, и солодкое життя, так и будет. Даже не сомневайтесь. Валентина Бондар. Когда я болел, болела. Был сильный кашель для дорвоты. В левом ухе что-то треснуло и перестало слышать. Сильно болят легкие, давят сердце болит. В левом боку врачи не могут поставить диагноз. Посмотрите меня, пожалуйста. У вас есть заболевание, которое называется атеросклероз. Есть проблемы, связанные с щитовидной железой, с левой частью щитовидной железы. Также есть проблемы, которые связаны с верхней частью легкого. И есть проблемы, которые связаны с левой ногой, тазобедренным суставом. Есть проблемы, которые связаны с шейным отделом позвоночника и грудным отделом. И то, что у вас сердце болит, это как раз связано с невралгией. Кстати, легкие болят. Это может быть не столько легкие, сколько именно вот эта невралгия шейного отдела и грудного отдела, и поясничного. Вообще могу сказать, что в большинстве ваших вот этих проблем, которые есть, как раз есть проблема позвоночника. Я бы на вашем месте начал лежать на аппликаторе Кузнецова и принимать просто никотиновую аскорбиновую кислоту. Если вы будете каждый день лежать по 30 минут на вот таком аппликаторе Кузнецова, то скорее всего за один месяц могут быть улучшения у вас общего состояния. По поводу что-то треснуло в левом ухе и так далее, тоже, я думаю, исключительно связано не с ухом самим, а исключительно связано с нервными тканями. Делайте энцефалограмму, после этого проходите, проводите исследование сосудов, проводите исследование позвоночника, откроет вам большое количество, и сможете поставить правильный диагноз. Добрый день, у меня два вопроса. У сына, ему 25 лет, сильные экземы на руках уже годами, беспокоит, чешется. Что можете посоветовать? И второй вопрос. Что может помочь от херликобактера пилори? Вы знаете, я с удовольствием отвечу на данный вопрос, но в случае, если вы зададите мне его во вторник, именно во вторник я провожу такие вебинары, где отвечаю на вопросы, которые связаны с заболеваниями. Поэтому, к сожалению, сегодняшний вебинар связан у нас с эзотерикой, и я отвечать на вопросы здоровья не смогу. А так бы я мог. Да что ж, сегодня у нас так все сложно. Если метод для улучшения зрения по эзотерике, прикладываете обе руки, представляете вот так, несмотря на руки, на то, что они, представляете, будто в них вы видите два солнца, открываете очень глаза и прикладываете руки ладонями к своим глазам, и смотрите с открытыми глазами прямо себе в центр ваших ладоней. Делайте это от одной минуты до трех, прямо засекайте время, это очень помогает. Второй метод выглядит так. Сзади, между лопатками, представляете, будто видите солнце, или представляете солнце. Третий метод выглядит так. Ставите левую ладонь на левый висок, правую ладонь на правый висок, и вытаращиваете глаза на вдохе. Делаете вдох, и когда вы таращиваете глаза, смотрите на какую-нибудь картинку, или смотрите на какие-нибудь буквы, и вот так поворачиваете немножко в левую и в правую сторону. Когда улучшится, когда очень улучшится зрение, то в этот момент задерживайте дыхание и сидите. Какое-то время и руки убирайте. Вот так, если делать, то очень помогает. Эрика Велико, доброго дня, Андрей Андреевич, это все, кто дивится вебинар. Доброго. Доброго. Андрей Андреевич, любимый, дорогой наш, мне сделали диагностику и многим видам, и прислали видеоотчеты. Все показало, что на меня рядом мертвец еще с закольцовкой, на смерти мучениями. Криком кричу помочь. Андрей, вот то, что вы мне сейчас говорите, это связано с тем, что вы попали на людей, которые дали вам нерешимую задачу. То есть они вам поставили такую диагностику, и теперь будет второй момент, с чем вы будете сталкиваться, они будут ставить вам задачи. То есть они будут говорить, Андрей, вам никто это не уберет, и только сможет убрать тот человек, который вам прислал видео о вашей закольцовке и так далее. Вот он это увидел, пусть этот человек уберет, так, чтобы вам было лучше. И пусть скажет, я это убрал. То есть скажите, ты это убрал, да, почему я болею? То есть я вам хочу сказать, вот то, что вас вот таким образом запугивают, связано исключительно с тем, что с вас хотят в дальнейшем сбить денег. На самом деле помощи не будет, а деньги они будут из вас вытягивать. Не нужно торопиться, торопиться. Вы болеете неизлечимым заболеванием, находитесь в драматичном состоянии, и вас лечить эзотерически, ну, совершенно не нужно. Я бы вам вообще мог советовать, знаете, массаж, обезболивающие препараты, наверное, там, активный массаж, там, пересмотр или там, пересмотр действующих веществ, которые вы принимаете, может быть, назначить там, успокаивающие седативные препараты, посмотреть, нет ли у вас там депрессии развивающейся, и так далее, и тому подобное. Но я, к сожалению, дистанционно вам помочь не могу. Но поверьте мне, это точно никакие не закольцовки насмерть, никакие трупы там. Анастасия Пенигина. Третий день очень плохо себя чувствую, вялость, болит голова. Не, нужно сразу спрашивать у меня. Андрей Андреевич, я ученица школы. Если вы просто хотите, чтобы я вас сейчас лечил, мне вообще не интересно, ломит, ну, читайте нам на вдохе, тха на выдохе. Вы, кстати, скорее всего, начали болеть вирусным заболеванием, поэтому вам и плохо. Такий марк. Андрей Андреевич, дякую вам щиро за ваш позитив и за знания. Обожнюю ваш настрой, почуття гумора, вы заряжаете позитивом. Довлюсь ваше видео, щодня и мне стаи радость, но дякую. Мне очень приятно, что вы обратитесь и особисто дякую. Наталья, доброго вечера, какие можно Анне особистого характера? Якщо так, я Наталья, чему протягом життя я пересекаю с одним человеком, Валерием. Мы починаем застричатись, я плануем ужитый. И вы же как-то сами можете прочитать сообщение, которое вы мне отправили? Я как-то могу вообще что-то понять. Итак, почему в жизни человека происходят одни и те же события и почему одни и те же события происходят вновь и вновь? Почему одни и те же люди с нами встречаются? Отчего одни и те же люди приходят в нашу жизнь? Что хочет этот мир вообще от нас? И есть ли этому объяснение? Несомненно. В нашей жизни каждое наше событие является школой жизни. И мы должны сделать из этого какой-либо вывод. Но люди себе придумали оправдание и не хотят делать выводы. Какие выводы? Смотрите. Когда условно примем каждое событие это мяч. Ваша задача получить мяч и бросить его назад. То есть забыть о нем. Человек же в своей жизни делает так. Он, допустим, ему говорят я хочу у тебя занять деньги. Человек говорит да, хорошо, я займу тебе деньги. Фактически это обозначает ты отдал деньги, которые заработал и человек тебе пообещал, то есть ты проявил к нему благородный поступок. После этого человек тебе не отдал эти деньги или не отдает и не собирается отдавать. Он тебя киданул. Человек говорит, боже мой, киданул меня, сволочь. Потом человек исчезает, выключает телефон, вы с ним связаться не можете, он вам не отдает. По идее, вы должны были бы сделать какой-нибудь вывод из этого всего. Какой? Вы недостаточный эксперт для того, чтобы первое, давать деньги. Второе, деньги вам нужнее, чем этому человеку. Третье, не нужно занимать, потому что вас обманывают. Четвертое, вы очень, наверное, доверчивый человек и вас легко обмануть каждому человеку. И это, большинство, хотят этим воспользоваться. Не можете отказать, боитесь, видимо, отказать и так далее. А чему вы должны? И обычно человек говорит, да я прощаю, все, я забыл, а буду жить дальше. Так вы вывод не сделали, какой? Но если у вас мяч в руках, то нужно бросить его назад и сказать себе, я больше никогда не займу денег, потому что мне не умеют отдавать. Видно, у меня есть проклятие, при котором у меня деньги занимают и никогда их не отдают. Вы знаете, почему у меня не занимает никто деньги? У меня не занимают деньги, потому что я никому их не занимаю. Скажите, это правильная постановка позиции или нет? В моей жизни случилось, когда-то такая очень интересная история. Я своему товарищу, у которого ребенок очень сильно болел, занял деньги и занял ему большие деньги. После этого на операцию для дочери, после этого на лечение дочери, при этом у меня очень редкая кровь и у его дочери тоже редкая кровь. И я еще и был донором для его дочери и так далее. После этого этот человек покушался на мою жизнь. Вы представляете? Это было так нелепо, знаете, ничего, конечно, не получилось. Он сам при этом травмировался. И потом покаялся передо мной, приехал и сказал, вот я покушался на твою жизнь, при этом еще и были большие неприятности в жизни из-за этого человека. Я тогда сказал, я говорю, а он говорит, сам виноват, нужно было мне деньги не занимать. Потому что мне легче тебе их не отдать, если с тобой что-либо случится. Я говорю, вот это да. Так вот, я с того момента понял, что так бы у меня остался и друг, и все остальное, а так я потерял и друга, и деньги. Я бы мог простить. На самом деле, с того момента я для себя понял, я очень много раз в жизни занимал деньги и близким, и родным, и знакомым, и товарищам, и друзьям, и так далее. И до этого, да если честно, и после этого. Но очень часто мне не отдают. Я в какой-то момент посмотрел на себя в зеркало и сказал, да все, я с этого момента занимать не буду. Видимо, у меня что-то на лице такое написано, что мне не хотят деньги отдавать. Кстати, почему не хотят деньги отдавать? Потому что считают человека другом, потому что считают его хорошим человеком. Если считают меня хорошим человеком, значит, мне отдавать деньги не нужно. Поэтому я не создаю вид грозного, злого, и такого человека, который бы зубами отгрызал и забирал. Поэтому, видимо, мне и не хотят отдавать. Поэтому я и решил, больше никогда никому больше не занимать. А если происходят займы, то только под проценты, и там, этим уже потом занимаются мои люди. Так вот, обычно человек берет что-то от этой жизни и не делает никаких выводов. Вывод какой, когда вы заняли, что вы глуп, или я глуп, и я не мог забрать, и мне не хотят отдавать. Я больше занимать не буду. Когда человек так говорит, у него больше не занимает. Человек выводов не делает, это вновь происходит. Так происходит и в жизни женщины или мужчины. Начинает жить с мужчиной или женщиной, и говорит, вот я с Колей жила, начали скандалы, он гулял там и так далее, ну, потом ушел. Я его простила, потом подождала, и вновь его получила, и снова будет та же самая история, и снова. А что нужно было сделать? Какой вывод? Такие, как он, с ними жить нельзя. Если человек бухает, какашка вредный, если он там вредный, какашка бухает, то вообще такие люди, когда вы его видите, даже на пушечный выстрел не подпускают. Пошел ты в баню, я так имею в виду. Заблокируйте его везде, выкиньте его телефон, и все. И все. Вообще и все. А то у вас, как в этом стихе, обманывать, я сам обманываться рад, знаете, и вот то же самое происходит. Очень глупые такие бывают, эзотерические. Вообще у людей очень странный язык. И часто человек мне пишет, Андрей Андреевич, ну когда я уже получу свою, когда я уже начну жить со своей половинкой? А вы знаете, что это самое нелепое, неправильное понятие, искать свою половинку. Я не знаю, кто это ввел вообще в разговорную речь, но считаю это совершенно неправильным. Почему? Человек в эзотерическом плане, он не делится на половину вертикально, потому что половина вертикальная, она принадлежит исключительно человеку. Он делится обычно горизонтально. То есть, если человек обычно живет, то он делится горизонтально. И тут такой вопрос. Женщина хочет половину себя. Тогда к какой горизонтальной половине она относится? К верхней, который соответствует ее живот, грудь и голова. Или к нижней, который соответствует ноги и половые органы. И обычно женщина, которая говорит, я буду заботиться о нем, думать, я буду любить его, обнимать. Какой должен получиться мужчина, если он будет ее половиной? Но он должен быть второй половиной. То есть, это человек, который не любит, ни о чем не думает, и у которого в голове только ноги и половые органы. Больше ничего. Поэтому думать о том, что когда же у меня будет не половина, а свой персональный мужчина. Если вы будете дальше говорить, когда же будет у меня мой персональный мужчина? Это правильнее. А то я половину ищу, половину. Вот и приходят к вам, прекрасным, умным, красивым, родным, любимым, золотым, нижние половины. А потом еще и обижайтесь, говорите, да что ж у нас одни нижние половины в жизни встречаются, и все. Нижние половины, потому что пол жизни половину искали. Надеюсь, ответил на вопрос. Татимар, меня зовут Тетяна, мне 36 лет не может визначитесь с профессией. Та ладно, в 36 еще не визначитесь. Я как-то швидко наблюдаю, я починаю пошукново. Вам нужно ждать, когда вас ктось у попу клюны? Пивник. Подскажите, будь ласка, на какую профессию мне варту свернутую увагу? Понятия не имею. Не вижу ни вашей фотографии, ни вашей фамилии. Татьяна, чем ей заниматься? Покажите, если покажут. Чем заниматься Татьяне для того, чтобы в жизни состояться? Показывают все, что связано со строительством, все, что связано с модой и даже торговлей. Но со строительством лучше всего. Не обязательно быть прорабом, можно быть человеком, который может там... А, недвижимостью хорошо заниматься. Кстати, до речи. Река Велика. Ох ты ж. Прошу, подказки, как поступить у сына Довида, одноклассник, погрожуючи компроматом, виманив великую сумму. Дитина крила грошей у домашних, выдавала ему. Как поступить или рассказать маме того хлопца? Обязательно необходимо рассказать маме этого мальчика, потому что это все требование, это уже подсудное дело, ему грозит в случае обращения уголовное дело, потому что в любом возрасте можно завести уголовное дело, даже на ребенка. Вы обязательно должны выяснить этот вопрос, поднять этот вопрос, обязательно встретиться с родителями и вывести на чистую воду. Ну, конечно же, не подавать ни в какие инстанции и так далее. Но априори то, что сейчас произошло, связано с двумя компонентами, которые связаны вот с чем. Это вранье. со стороны вашего ребенка вранье, со стороны того ребенка тоже вранье, и вот это вранье, оно среди подростков, оно очень развито. Вообще, подросток, который врет, он будет обязательно получать. Нужно говорить горькую правду, чем не привирать, не придумывать. Это очень важно. Почему ребенок врет? Ребенок врет, когда боится. Поэтому детей нужно воспитывать таким образом, чтобы у детей не возникало желания бояться. То есть человека можно обучать быть просто бесстрашным, говорить, что родители это самое важное. Если какие-то вопросы, как я своих детей обучал, я говорил, если нужно решать вопросы, то обязательно приходите ко мне. Мы будем садиться, будем эти вопросы решать вместе, будем их обсуждать. Если что-то происходит такое, то обязательно давайте это дома обсуждать. Не решайте любые вопросы сами. Потому что любые вопросы, это вопросы, пока вы растете и находитесь в одной семье, являются вопросами всей нашей семьи. Я говорю, будем всей семьей, если вас обижают идти в школу, идти к учительнице, к учителю, заходить в класс, сядем вот так вокруг этого мальчика или девочки, будем обсуждать, смотреть, спрашивать, будем выяснять, почему она это делает и так далее. Ну, такие это не тычки, знаете, нужно время этому уделить. Ну, и второй вариант, ну, будут ли решения в случае, есть же дети, у которых психические отклонения, нетрадиционная ориентация, психические болезни, сложности в жизни, неправильное воспитание, какие-то сбои с психикой, гормональные сбои, это все может, еще и фильмы эти, алкоголизм может быть, там, табакокурение, неправильное развитие физиологическое, это все может приводить вот к таким сбоям. Можно ли что-то сделать? Вот так складывайте ручки каждый вечер или каждое утро и произносите слова, думая о своем сыне, говорите, иди ко мне мой любимый ребенок, мысленно его вот так обнимайте и прижимайте к себе, и говорите, ты мое счастье, ты моя ласточка, у тебя ручки хорошие, ты такой добрый, хороший, пусть у тебя будет эта доброта, пусть будет у тебя всегда везение в жизни, мама тебя любит, обожает, будь всегда счастливым, мамина любовь тебя согреет и обмоет. После этого представляете, будто за его спиной находится второе существо, говорите, все злые люди, которые есть, которые мешают моему ребенку, проявитесь. представляете, там зверей каких-нибудь, берете палку прямо мысленно или прямо в руки и говорите, а ну по хребту от моего ребенка, пошло нахер отсюда, а ну пошло в попу там и так далее, и все, и так тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ, бьете и выталкиваете. И все, очень работает. Проходите, ребята, проходите мои ступени школы, они такие интересные, почему вы не хотите пройти мои ступени школы? Слушайте, пожалуйста, пройдите мои ступени школы, я даю бесконечное, множественное количество методов, даю интересную философию мира, даю эзотерические и магические такие методы, они потрясающие и очень удобные, ими очень легко пользоваться. Занимайтесь моей эзотерикой, вы будете так вдохновлены, это так изменит вашу судьбу, не занимайтесь чепухой, не ищите ничего. Вообще, я хочу вам сказать, сейчас платные мои курсы, они достаточно дорого стоят, но вот смотрите, почему я поставил дорогую цену. Дело в том, что человек, который живет, у него рано или поздно могут появиться такие неприятности, и он может задать себе целый ряд вопросов. Он может задать себе первый вопрос, почему мне не везет, почему появляются одни и те же ситуации, почему я болею, почему нет денег, почему одним везет, а мне не везет, почему муж у меня плохой, а у других хороший, почему там со мной мама не общается, почему у меня там никак не получается, почему, ну и много их, знаете, почему у одних есть недвижимость, у других нет, почему кто-то молодеет, кто-то стареет, почему кто-то там поправляется, кто-то худеет и так далее. Это все эзотерически контролируется. И все имеет свои определенные... Вот знаете, у одних людей появляются долги, у других людей наоборот постоянно везде деньги. Один делает шаг вперед в бизнесе и потом еще 10 шагов вперед, как я. А один делает один шаг вперед, потом 10 шагов назад и потом еще три поколения его родных отдают деньги. И этому всему есть объяснение. Я знаю, как это устроено. И это не связано с эзотерикой, это философия. Эту философию я преподаю. Я обычно говорю, что необходимо человеку для жизни. Здесь понятия, они очень просты. В случае, если те знания, которые у вас есть, я считаю, что каждый человек на этой земле живущий, умный, невероятно умный. У каждого человека за плечами огромное количество всевозможных знаний, образований и опыта. И это великолепно. Но, видимо, в тот момент, когда человек говорит, ну почему же у меня нет недвижимости, это говорит о том, что у него нет какого-то ключа, который бы мог это открыть. Или человек говорит, почему у меня деньги не... Вот что-то вы не знаете. Какой-то вот нет третьей силы. А есть такие люди, которые в этом разбираются. И я говорю, если вам необходимо изменить свою судьбу, и у вас это не изменяется уже на протяжении там пяти, семидесяти, пятидесяти лет, семидесяти, восьмидесяти лет, то пройдите мою первую ступень. Просто ее пройдите. Она есть бесплатная. И бесплатной хватит для того, чтобы изменить свою судьбу. Но есть платная. Платная лучше. Потому что платная, она более уже, может быть, правильно сказать, более... Прошла уже курсы, наверное, такие адаптации к тому новому миру, в котором мы живем. Так как первая ступень прошлая, она была записана еще там в пятнадцатом, шестнадцатом году, восемнадцатом году. А современная уже вот в прошлом году. Рано Хайтметова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Доченька ждет пятого ребенка. На днях должна родить. Пожалуйста, пожелайте ей удачных и легких родов. За все хорошее, огромное спасибо. Как заставить женщину родить вовремя? Необходимо указательным пальцем правой руки мысленно нарисовать четверку. И вот так если... Или просто рисовать прямо рукой. Четверку. Вот так вот если рисовать часто ей четверку на животе, то очень быстро родит. У меня была история, привезли мне девочку и говорят, не может разродиться, не может разродиться. Уже должна была две недели назад, не может. Я говорю, сейчас, а ну покажите мне, как у нее на животе стоит четверка. И показывает мне четверка вверх тормашками. Я двумя руками вот так беру и поворачиваю ее мысли на эту четверочку. И рисую ее несколько раз. И говорю ей, ну что ж, везите ее прямо от меня уже в роддом. Они говорят, как, Андрей Андреевич, ну как? Я говорю, как ты себя чувствуешь? Она говорит, ну как всегда. Так вот, они вышли у меня из квартиры, зашли в машину, и она уже через 20-30 минут, как только приехали в роддом родила, и они тут же мне позвонили. Угадайте, как назвали ребенка. А пятого ребенка, пусть у него все получится. Ирина Карпенко. Меня зовут Ирина, у мужа Николая лопается кожа. Пишите исключительно только во время вторника, во время этого моего вебинара. Унаня Ревик. Андрей Андреевич, ваши шумы, коды очень помогают. То, что годами не получалось, сейчас все решается. Подскажите, как не попасть в тупиковые ситуации, и как решить спасибо и за силу, и за восторг? Если человек на протяжении дня восхищается и радуется, то он не попадает в тупики. Это написано во всех древних книгах. На первое место я, конечно, ставлю у Панишана. И могу сказать, что эти знания уникальны, и они объективно указывают человеку на то, в каком направлении ему вообще необходимо жить. И там многократно повторяется, что высшие силы или Бог, который создан по принципу огня, и луны, и солнца, и так далее, который обнимает землю, и создал людей, и так далее, он создал их для того, чтобы люди были счастливы. И хочет, чтобы они были счастливы. Если человек не хочет попадать в тупиковые ситуации, он должен искать возможности радости в жизни. Как хотите это воспринимайте. Но многие люди, они не понимают, что такое радость. Поэтому можно обучаться радости. Я обычно объясняю, как это делается. Утром просыпаетесь, говорите, вот водичка, радуюсь водичкой. Приятненько. Радуюсь тому, что рядом со мной вот этот человек живет. Радуюсь, что вкусную еду ем. Радуюсь от того, что держу это в руках. Радуюсь еще чему-то. Или получаю удовольствие, что еще более правильно, от того, что там рядом со мной живет этот человек. У меня есть телефон, есть что одеть, есть где покупаться, получаю удовольствие от купания. И это вот получаю удовольствие, оно опьяняет со временем. Потому что мы получаем удовольствие от алкоголя, у нас голова кружится, и мы думаем, что мы счастливы. А в случае, если вы начнете произносить себе, получая удовольствие, то у вас голова будет кружиться без алкоголя. Да, правда. Кстати, очень хорошее средство, чтобы бросить пить, это принимайте полынную настойку. Возьмите обычную полынью, она как раз сейчас время ее сбора, у нее сейчас самая сильная сила такая. Возьмите полынную настойку и сделайте ее. На пол-литра водки, можно не водки даже, а можно и водки. Пол-литра водки, натрамбуйте бутылку полынью, залейте ее водкой, пусть она настаивается. Настаиваться она должна 60-90 дней аж. И после этого отцеживается и пьется по капелькам. 10-30 капель на ложечку. Если пить такую полынную настойку, то очень быстро и похудеете, и глистов не будет. Но самое приятное, не хочется ни пить, ни курить. Отпускает. Как не попасть в тупиковые ситуации? Принимать любые ситуации жизни. Когда человек попадает в тупиковую ситуацию, то это Гордеев узел. Что необходимо сделать, чтобы решить такую ситуацию? Необходимо всем сказать правду. Любой тупик является следствием лжи. И знаете, это ложь скручивает этот мир в узлы. Чем больше зла, чем больше, вернее, лжи, тем больше скручивается. И как у человека тупиковая ситуация, не знаю как отдать, говорит, что я не знаю как отдать, денег нет. Но они посадят, ну пусть посадят. Никто не будет садить, если много должны, и мало должны не будет. Ну в мошенничестве вас там заподозрят, может, или еще в чем-то. Говорите человеку, не переживайте, я отдам, я понимаю, что у вас нет, у меня тоже нет, я попала в тупиковую ситуацию. Не знаю как заработать, не знаю как отдать, не знаю что делать, но готова на все. Поэтому буду вот отрабатывать, буду отдавать, поставила себе задачу, все деньги буду отдавать. Вообще, если это тупиковая ситуация, деньги должны, старайтесь максимально по рублю, по 100 рублей, по 100 долларов отдавать человеку. Если вам должны деньги и не отдают люди, звоните и говорите, я не прошу все деньги, начинайте отдавать по чуть-чуть. Это мой стиль, когда-то я в свое время занял деньги человеку, и человек говорит, я не могу отдать, все очень плохо и так далее. Я говорю, а ты не отдавай мне все, я не требую от тебя все. Я даже не требую от тебя список погашений, просто поставь себе цель, поставь себе цель и поставь ее так, чтобы отдавать мне хотя бы по чуть-чуть. Отдавай мне по чуть-чуть. Говорю, ну вот ты заработал там, кем ты работаешь? Я бригадир строителей, вот ты получаешь в неделю сколько? Ну 200 долларов. Я говорю, ну отдавай мне 10 из 200, отдавай мне там 10 процентов. Я буду вести, я даже буду вести и записывать себе, хоть мне это. Только отправляй мне или там отправляй моему бухгалтеру, потому что она и так получает деньги за то, чтобы это вести. И та открыла на него прямо счет, она все время возле компьютера. И его Максим зовут, и он там звонит, там я отправил столько денег, ей скриншот. И сначала суммы были такие 10 долларов в неделю, там 20 долларов в неделю, потом начали идти суммы 300 долларов в неделю, потом начали идти 3000 в неделю. И так погасил на протяжении. А так если бы у него все там 30 или 40 тысяч долларов требовал, он бы мне их до сих пор не отдал, никогда. А так погасил за пару лет. Такая жизнь, знаете. Человек берет, потому что он не умеет зарабатывать, а дать не может. А как же он их сможет отдать, если он уже не умеет зарабатывать? Поэтому ему необходимо давать шанс. Ну и не врать. Светлана Чурюгин. Уважаемый Андрей Андреевич, я самозанятая. Это правильно. Снимаю салон, клиенты идут толпой. Это супер. Вроде все хорошо, а мне в этом тяжело. Может вернуться домой работать из дома, в саду может что-то придумать. Нет, вам нужно взять дополнительно сотрудников. А самостоятельно быть человеком, который будет рядом этих сотрудников. Станьте администратором, наймите двух сотрудников, занимайтесь рекламой. В дальнейшем вместо администратора поставьте другого человека. Сами занимайтесь обучением или еще чем-то. Если у вас получается или настроена судьба так, чтобы зарабатывать деньги с такого бизнеса, то вы можете обязательно в дальнейшем научить людей, которые вместо вас будут работать, и открывать такие салоны. Самое важное, не научиться работать руками. Когда вы делаете что-то, у вас не получается, или у вас получается хорошо, научите кого-то, посадите рядом, пусть получается. Потом смотрите, как у него хорошо получается, сами станьте администратором. Потом научите еще одного рядом, посадите, это уже школа. Станьте администратором, посадите другого человека. Потом открывайте в другом месте, начинайте сами. Набивайте клиентов, садите новых. Ну вот так это все работает. Работает ли? Да, это путь многих людей. Многие его прошли. Но работать вам надо. Катя Хепчук. Здрасте, Андрей Андреевич. Заранее спасибо за все. Помог ваш совет для ног. Экзамен сдала. Дочь Анна, 18 лет, хочет учиться в Польше. Я пока в поиске работы в другой стране. Дойдем мы решение. Да, найдете. Марина Лебедева. Марина Лебедева. Можно ли слушать музыку? Шум от заболевания вечером. Можно. Екатерина Ефремова. Благодаря вашей школе и изучению ступеней иду вперед. Ой, молодец. Вышла замуж за прекрасного человека. Да ладно? Вы такая красавица. Андрей Андреевич. Смогу я в 40 лет родить ребенка? В вашем случае еще да. А у вас такой ух, там мужчинка. Марина Лебедева. Здрасте. Где вы его нашли? Марина Лебедева. Здрасте. А что это 40 лет? Я не понял. Что значит, смогу ли я в 40 лет? В 40 лет нужно только начинать. Что за ерунда? 40 лет это не возраст. Я вообще понял, что я живу только в возрасте 45, наверное. Только. Понял. Ого, так я еще живу. Вот это да. Жизнь еще прекрасна. Нет, вообще не заморачивайтесь. Возраст для любви не помеха. Здрасте, Андрей Андреевич. Можно ли держать дома искусственные цветы? Да. А кто сказал, что нельзя? Потому что они на кладбище стоят. Если, почему нельзя дома держать? Дело в том, что это было связано с воровством цветов с кладбища. Если своровать цветы с кладбища и дома их положить, то скорее всего нехорошо. Они имеют целевое предназначение служить украшением чьей-то могилы. Их домой не нужно даже заносить. А если цветы красивые, то можно украшать дом. Для чего украшают дом картинами и цветами? Дом это место такой вот духовной церкви. Каждая точка в доме, она должна создавать радость. То есть что-то вдохновлять, изображение детей, сами дети. Возможно вдохновлять какие-нибудь там частички. Вот как у меня там вазочка какая-то стоит. Видите? Вот такая штучка, она мне очень нравится. Вот она все время крутится, здесь мантрочка. И вот такие вот штучки разные. Я их обожаю. И мне это нравится, потому что там тюльпанчик где-то стоит искусственный. Куда глаз ляжет, сразу же такая эйфория, возбуждение. Картины вот сзади висят. Смотрю на них, тоже мне нравится. Так мы украшаем. Я вспоминаю все время свое начало каких-то отношений, вот семейной жизни. Я учился, у меня в общежитии была печечка, я там картошку себе жарил. И кровать стояла, и ширмочка такая, стол, где я учился. И я начал встречаться с девочкой. И девочка пришла и говорит мне, я тебе подарок сделаю. Думаю, о, какой она мне подарок сделает. А мне необходима была тогда такая штука, на которой можно одежду сушить. Думал, она ее мне подарит. Ну, девочки, как у меня, как у всех студентов. На то время в Советском Союзе денег не было. И прихожу, а я не закрывал свою комнату. И она зашла в эту комнату. Смотрю, а у меня над моей кроватью висит картина. Небольшого такого размера. Она взяла там где-то... Она училась в институте культуры. Я учился в другом институте. Она вырезала эту картинку. По-моему, не знаю, с какого-то журнала. Сверху там чем-то покрыла. И сделала такой багетик. И прицепила. Красивая. Репродукция какой-то картины. Я говорю, зачем мне это здесь? Она говорит, ну красиво ведь. Я тогда понял, что мы, мужчины, красоту не замечаем. Только в женщинах. А женщина замечает. Чем больше женщина видит красоту в окружающем мире, чем больше она создает красоту вокруг себя, тем больше мужчине нравится будет. Вот такая история. Женщина говорит, я не могу замуж выйти. Начните ощущать красоту внешнего мира. Вообще, человек, который видит красоту внешнего мира, в дальнейшем очень нравится людям. Помните об этом. Наталья Дерябина. Подскажите, пожалуйста, каким видом деятельности начать заниматься в США, чтобы зарабатывать деньги и чувствовать себя самодостаточным человеком? Здесь полтора года. Я же вам отвечал уже, Наталья. Вы мне писали. Зачем вы здесь еще пишете? Или вам хочется, чтобы я еще раз сказал, что вам нужно заниматься тренерской деятельностью, обучаться йоге и преподавать. Ну, что-то подобное. Вот будете этим работать, заниматься, будет получаться. А так, от того, что вы мне пишете, а что-то еще, ничего не получится. Я вам уже ответ этот давал. Наталья, в Украине работала учителем начальных классов. Так, а вы мне писали это в Телеграме. Что-то издеваетесь. Приятно. Ну, вы даете. Ольга Корень. Очень помогают ваши советы и препараты. Спасибо большое. Тяжело решиться на открытие своего дела. Получится у меня. Получится со скрипом. Сразу будет много разочарования. Но занимайтесь. Все нормально. Вообще, у каждого человека, который пробует заниматься своим делом, рано или поздно оно начинает получаться. Вообще, не ищите возможности начать что-то делать. Начните искать возможности найти тысячу друзей. Найдите тысячу друзей, тысячу знакомых. Идите за этим. Станьте популярным, экспертом. И тогда любой бизнес, который вы будете придумывать, у вас будет получаться. У меня была ситуация в моей жизни. И у меня был друг. Его звали Вова. И он был армянином. У него фамилия была там Акопяна, Ванян, я не помню. И Овик он на самом деле. Но мы его называли Вовой. У него была потрясающая способность. Он умел деньги зарабатывать воздухом. И я помню, была такая ситуация. Была очень маленькая купюра. Он говорит, я сейчас прямо при вас эту купюру умножу во много раз. Во много раз. Я говорю, ну а как ты это сделаешь? Он говорит, ну вот смотрите, ребята. Пошел он в магазин. Купил булочку в этом магазине на эту сумму денег. Вышел на улицу и начал приставать к людям с просьбой. Он говорит, я поспорил с друзьями, что смогу эту булочку продать дороже. Сможете, пожалуйста, ее у меня купить. Особенно приставал к мужчинам, которые, это был вечер, которые шли с девушками. И вот он из такой суммы сделал вот такую сумму. Тогда я понял, глядя на этого мальчика, что возможности поднимать деньги, начиная даже с малыми, связаны с желанием коммуницировать. И возможностью у кого что-либо попросить. После этого, со временем уже, спустя много лет, я издал даже книгу, которая называется «Магия денег». Ее, кстати, можно совершенно бесплатно посмотреть в виде видео, которое опубликовано на моем канале. Оно так и называется «Магия денег». Она очень интересная. Я прямо чрезвычайно рекомендую вам, людям обычным, начать изучение эзотерики, начиная с двух моих книг, которые совершенно бесплатно выложены у меня на YouTube-канале. Они называются «Магия денег» и «Доктрина бизнеса». Доктрина бизнеса для тех, кто хочет построить большой бизнес, это можно сделать. И «Магия денег» для тех, кто только хочет начинать. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, что сказал Будда о сне и о том, как правильно спать. Ничего Будда не говорил, особенно о сне. У Будды не было ничего, он просто говорил, что сон состоит из двух частей. Одна часть, когда снятся сны, и вторая часть, когда сны не снятся. Когда сны не снятся, это говорит о том, что высшие силы напрямую общаются с человеком, он находится в состоянии радости, удовольствия и счастья. Поэтому при выборе, когда снятся сны или не снятся сны, нужно выбирать такое, когда сны не снятся. Когда сны не снятся человеку, это Будда с ним разговаривает. Когда снятся, то Будда с ним не разговаривает, с ним разговаривают другие силы. А в какую сторону ложиться не имеет значения. Считается, если у вас неприятность, ложитесь головой на север. В случае, если хотите благословения получить, головой на юг. В случае, если человек хочет, чтобы в его жизни был подъем какой-нибудь материальный, головой на восток. В случае, если человек устал от жизни и хочет спокойствия, головой на запад. Конец. Болеете головой на запад. Хотите, чтобы вас люди обожали, прицепите картину, чтобы она была в круге нарисована, с вашим портретом. Повесьте на западную сторону. Свет пропал. Пропал? Вот. Пропал свет почему-то. Анастасия Гончарова. Благодарны вам за вашу деятельность. Пишу от имени моей свекровой Ирины. У нее стоит вопрос поиска новой работы. Ежедневно отправляют резюме. Отсюда поступает отказ. Ну, не хотят ее брать на работу, потому что она, видимо, хочет на какую-то особую специальность. Специальность в ней этого не видят. Ну, что вам сказать. Нужно амбиции убрать или, если не получается устроиться, значит, пройти какие-то курсы дополнительного образования. Пусть пересмотрит. Вероятно, она уже не является специалистом. Или, вероятно, на ту роль, которую она видит в себе, она уже не годится. Ну, я при чем? Чем я могу помочь вашей маме? Что я должен сделать? Моя дочь ученицей, 26 лет. Скажите, когда она выйдет замуж? Выйдет замуж через 2 года-3 месяца. Здравствуйте, железное кольцо. Помогло с ней котек под глазами. Одела на другую руку мизинец, чтобы было богатство. Поможет оно мне? Нет. А вот отек будет снимать. Таня Добродий, 26 лет. Сейчас находится в Европе. Ни с кем не встречается. Беспокойся, когда она встретит свою половинку. Опять половинку. Если можно, скажите, через сколько месяцев и лет? Через пару лет. Так вот быстро нет. Что мне делать? Половинку, опять эта половинка. Половинку она найдет хоть завтра, знаете. Нужна ли ей эта половинка? Видите, а вы ментально ей очень помогаете встретить и делаете неправильное программирование своей дочери. Что ж свет пропал? Сейчас будем узнавать. Снова спасители нас спасают от света. Есть тут спасители. Сколько можно спасать эту страну уже? Пусть они выйдут и куда-то уйдут. Заколебали уже. Все хорошо. Все хорошо. Добрый вечер, уважаемый Андрей Андреевич. Подскажите, будет любовь и счастье у моих детей? Конечно будет. Масик, а что нет света, да? А? А выбило, да, что-то? Я понял. А генератор? Свет есть? Не, он у меня сверху есть, а в розетках нет. Пойди узнай там. Очень хорошо поступали люди, которые мне вот сегодня, вот смотрите, человек. Зашел, нажал на кнопку, Светлана Шурюк и подарила мне 20 евро. Вот смотрите, мне приятно ответить Светлане Шурюк за 20 евро. Конечно. А вы там, получится, не получится, кто вы? Зачем я должен вашей дочери сказать, там, она выйдет замуж или нет? Вы не ученики школы, какие-то люди, что вы сюда пришли, неизвестно. Зачем вам это? Зачем я должен это вам говорить? Понимаю, там рубль бы положили мне хотя бы, я бы там. Сейчас сижу пятничный день, вместо того, чтобы идти с родными и там пить чаек. Марина Лебедева. Подскажите, пожалуйста, какой метод эзотерический подойдет, чтобы избавиться от долгов? Вроде лжи нет. Да так вам кажется. Долги возникают в тот момент, когда человек обещает и не делает, врет. Когда сам себе врет. Ложь всегда есть, когда есть долги. Ну, ложь это и есть долги просто. А какой метод поможет эзотерический? Я об этом рассказываю себя на первой ступени школы Кайлас. И вот вы даже сейчас врете, потому что вы сюда пришли, как ученик у меня спрашивает. Ну, какой эзотерический метод вам нужен, если вы эзотерикой еще не занимаетесь? Нужно изменение сознания. А что нужно делать? Нужно зарядить восковую свечу специальным образом. После этого ее поставить перед собой. Представлять свой долг или там написанный долг. Или представлять, как я это обучаю. И тремя этапами, представляя, обводя это в голове, перед собой, сжигать на этой свече. Вот если так делать по 20 минут, один раз в день, то уберете. Используйте символ Сяосянь, который я даю в школе. Он тоже дает возможность избавиться от долгов. Когда моя младшая дочь Сандра найдет работу, закончила колледж, а работу найти сложно. Пусть переедет в другое место. Работу найдет. Ваша ученица. Супер. Найдет, найдет. Работу пусть не переживает. Калачакра, мегра, кути, знания, просто волшебство. Ждем третьей ступени. Эзотерика не стоит на месте. Это точно. Божьей ласки вам и всей вашей родине. Как ваша ласка, дайте пораду. Маю внуку с особливыми потребами. Не чую от народжения. Чи буду говорить. Не вижу этого. Вибачьте. Хотел бы сказать иначе. Но можно сделать то, что. О, свет далее. Ура. Спасители нас спасают от света и жизни. Не знаю, я как вы. Я так тяжело перенес. Так тяжело перенес этот Ахмадет. Вообще. Вообще. У меня в жизни не бывает депрессии. Было больно. Все внутри переворачивалось. Столько детей погибло. Столько этих смертей. Как нагрузил себя вообще. Какой ужас. И так. Для того, чтобы ребенок начал ходить. Начал хорошо думать. Начал там что-то делать. Необходимо разрезать путы. Встаньте возле ушей ребенка. И представьте, будто вот так на ушке. Крест-накрест у него завязано. И берете нож обыкновенный. И вот так одну сторону и другую. Как бы крест-накрест разрезаете. И точно так же с другим ухом. После этого точно так же представляете, будто между губами тоже все зашито. Он открывает рот. Просто глаза пусть закроет. И вы аккуратно ножом как бы разрезаете. И после чего между ногами представляете тоже узел такой. Его тоже разрезает. Нож должен быть новый. Его после этого необходимо замотать в красную ткань и спрятать куда-то, чтобы он год лежал. Вот если это связано с энергетическими проклятиями и проклятием семьи. Бывает такое, что человек в своей жизни сказал слова. Он сказал, я хочу продать свою душу ради того, чтобы быть очень известным или богатым. И так далее. Это в юном возрасте не проявляется. Но с возрастом эта душа забирается, потому что ее находят. Такая душа, она перерождается потом в очень плохом качестве в другой жизни. А на протяжении жизни у человека такого, если рождаются дети, то они могут иметь подобные проблемы. И ребенок рождается как раз вот с такими путами, которые идут от отца, от матери, от бабушки или еще и от кого-то. И вот таким ножом ритуальным разрезают. Разрезают то место, где есть проблемы. Разрезают рот. И после чего разрезают путы на ногах. При этом можно или обязательно даже делать так, чтобы ребенок особо даже этого не видел. Можно попросить или завязать ему глаза, это все сделать. Не пугайте, главное, его. Нож этот необходимо один год держать куда-нибудь. Спасибо, дорогой Андрей, за вашу громадную помощь. Вы даже не знаете мое имя, отчество. Уже если хотите спасибо за большой буквы писать, то пишите Андрей Андреевич. Я с вами вместе коров не пас. Какой вам Андрей? Виктория Полюхович. Здравствуйте, мой сын. Ему 23 года хочет выехать за границу с мамой. У него акт догляду за на их пропустят на границу. Да, будут неприятности. Если честно, будут неприятности. Это связано, видимо, с тем, что не обновлен у него какой-то там, какие-то документы. Валентин Йоргов. Здравствуйте, учитель. Какой вопрос? Был на боевом выходе, до места не дошел перелом. Попал в госпиталь, отправили домой в отпуск. Но в силу обстоятельств. Я... Есть способ решить это? Нет, я не знаю, как решать такой метод. Я же эзотерик. А эзотерик неприятности сжигает на свече. Ставьте свечу, сжигайте на ней, а мир даст вам другие условия жизни. Но вот так, Андрей Андреевич, есть ли способ? Я не знаю. Я не знаю. Я не решаю эти вопросы. Я эзотерик. Я живу приблизительно так. Моей задачей, моей целью является в этой жизни обретение опыта, расширение чувственного аспекта. Я стараюсь максимально всеми своими силами расширять свои чувства. То есть я чувствую природу, я чувствую детей, я чувствую мир, я чувствую город, я чувствую людей. Я чувствую. И это все я расширяю в себе. Стараюсь чувствовать больше там, где мне приятно. А там, где неприятно, даже не лезу. Мне это уже неинтересно. Потому что там, живу, не живу, там с кем я буду спать, не буду спать. А ну, как бы мне это уже не интересует, знаете. И мне нравятся вот более чувственные такие аспекты жизни. Это все очень расширило мою жизнь. Я могу сказать, если расширять в себе то, что вам нравится, и сделать это ключевым состоянием вашей жизни, то это в дальнейшем может очень существенно привлечь в вашу жизнь материальное благополучие. Человек мне может сказать, и жизнь будет счастливой. Человек мне может сказать, Андрей Андреевич, ну что ж, не работать, да. Где-то даже так. Почему? Потому что не работая, а просто получая от жизни удовольствие, но только находя его. Не просто там для кого-то показывая, что вы получаете удовольствие, а находя его, то есть себе говоря, я получаю удовольствие от того, что я проснулся, я получаю удовольствие не нырять в прошлое, одеть резиночку на руку, как я объясняю. Там только вот, а вот тогда было хорошо, оттяните удаки. Чем чаще вы ныряете в свое прошлое, тем больше и тем быстрее вы умрете. Я заметил одну удивительную особенность у людей, которые начинают болеть сильно. У людей, которые сильно болеют, очень часто появляются гнетущие их навязчивые воспоминания прошлого. Чем больше воспоминаний прошлого, тем сильнее болезнь мучает. Как только погружаетесь в прошлое, берите резиночку и ударяйте. Точно так же, как и к большим неприятностям и к сумасшедшим неприятностям, очень часто человекам могут привести иллюзорные, выдуманные мечты. Как только замечтались, ударьте себе, верните себе настоящее. Как только вспоминайте прошлые ударки, мечты приводят человека к тому, что у него появляются неприятности в жизни и долги. А вот воспоминания бесконечные или навязчивые приводят к тому, что у человека появляются болезни. Поэтому и первое, и второе для человека неприемлемо, а методом является резинка. Но я хочу вам пожелать, Валентин Йоргов, пусть у вас решится ваш вопрос с этого момента и в дальнейшем. Гьяне Абибикян. Добрый вечер. Ай, ара. Хочу знать, дочка моя этот год замуж видит. Нет, не видит и не хочет. Армения. Здравствуйте. Вылечится ли мой свекла? У него диагноз ликоз. Нет, не вылечится. Ольга. Добрый вечер. Часто замечаю одинаковые цифры. На часах такие, как 11, 22, 23, 23 может иметь какое-то значение. Конечно, необходимо сложить все цифры между собой. И получится одна цифра. От 1 и до 9. Цифра 1 будет говорить о том, что вам необходимо обратить внимание на свое здоровье и ждать опасности, перелома какого-нибудь органа или ноги или еще чего-то. В случае, если цифра 2, то что-то добавится в вашей жизни и есть возможность даже рождения ребенка. В случае, если будет цифра 3, это говорит о том, что вам нужно поторопиться. В случае, если цифра 4, нужно обращать внимание на близких. В случае, если 5, скорее всего деньги придут. Если 6, в семье могут быть неприятности, связанные с детьми. В случае, если цифра 7, все говорит о том, что вам необходимо отдыхать. В случае, если 8, может ждать ссора. А в случае, если 9, может быть и материальное благополучие, или приехать близкие, или получите известие хорошее. Или даже выигрыш. Вот, все объяснение. Пользуйтесь. И что у нас тут висит? И давай включайся. Продолжить. Подождать. О, включилась. Уран. Валерия Козак. Спасибо за оплату, Валерия. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Хочу пройти ваш курс по эзотерическому целительству и ясновидению правильно. Что больше подходит целительству? Вернемся ли мы в Мариуполь на недостроенный наш дом? Нет, не вернетесь. И не дадут вам мы вообще все в этом направлении. И даже не думайте, все, потеряли. Это ужасно, конечно. От этого душа болит. Доброго дня, Андрей Андреевич. Моему человеку поставили диагноз. Когда нужно делать операцию на хребте, или делать обовязково. Пройде так? Не пройде в него. Дуже-дуже плохо. Неля, я до конца жизни буду одна. Мне 61 год. Скорее всего. Не хотел бы этого говорить. Но, видите, пришлось видно. На работу пришла налоговая проверка. Удастся ли мне избежать больших штрафов? Да. Доброго. Как понять, чем заниматься для выполнения миссии своей души? Для выполнения миссии своей души нужно сначала определить, где есть или кто есть ваша душа. А так вы не живете для вашей души. Она у вас страдает. Вы живете рефлексами. Вы рефлексуете. Деньги мучают вас. Выигрыш мечтаете выиграть. Сексуальная система. Еда вас там беспокоит и так далее. А душа, она хочет безвозмездного счастья. Она хочет о ком-то заботиться, обожать что-либо. Ей хочется, чтобы ей нравилось что-то. Ну, какая миссия? Какая миссия может быть для такой души? Какая? Есть две мантры. Очищение души и поднятие души. Это обе мантры, которые называются одна мантрой Шивы, а другая мантра Ричи. Мантра Ричи, она звучит так. Он трэм бакам еджамагэйсу гамдин пушки варданаур вару камива банганам ритям мукшимам ритам. Если ее читать, то у человека очищается душа. И человек может найти миссию свою для своей жизни. А вторая мантра, Это мантра, которая может помочь человеку. И первая, и вторая называется Гаятри. Первая мантра, которую я сказал, он трэм бакам. Вот можете ее написать, найдете текст. Если ее читать, она очищает душу, убирает неприятности человеку и делает жизнь прекрасной. Также защищает человека, если есть неприятности и врагов разрушает. А вторая бурбувах сваха, таца витур. Вообще, если читать ом бхур бхувах сваха, вот так все есть и произносить. Ом бхур бхувах сваха, ом бхур бхувах сваха, ом бхур бхувах сваха. То будете очень выигрывать во всем. Будет и хороший выигрыш, и много возможностей, и жизнь сложится, и так далее. Ну или целую читать. Ом бурбувах сваха таца витур вареньям баргудла себе махилию над прочудаят. Ну, буквально обозначает, пусть огонь наших сердец. Который согревает всех нас, распространяется на наших близких и согревает их. И пусть этот огонь сжигает всех врагов, которые появляются в нашей жизни. Марина Костюк. «Я психолог, але зараз у мене засти, чему же зарублят и гроши». Ваша проблема как психолога заключается в том, что вы не говорите или не произносите определенные слова как психолог. Они заключаются вот в чем. Вы должны говорить себе «Я зарабатываю деньги на том, что я занимаюсь психологией». И в следующий раз, когда вы будете для кого-то проводить психологическую реабилитацию или настройку, или там что-либо еще, то в тот момент, когда вы начинаете общаться с человеком, говорите «Я зарабатываю деньги на том, что я работаю психологом». Вы потеряли связь. Вы, получается, хотели служить людям и начали помогать им. Но эта связь у вас, она нарушена. Почему? Человек, который зарабатывает деньги, он должен знать, что психология является источником для того, чтобы он зарабатывал деньги. Вашим же источником денег психология не была. И вы переориентировали на то, чтобы просто помогать людям. А это неправильно. Человек получает любую специальность, и человек занимается любым делом исключительно с одной целью, для того, чтобы зарабатывать деньги. Человек говорит «Я работаю учителем». Неправильно говорит. Что нужно говорить? «Я зарабатываю на том, что я преподаю». Человек говорит «Я работаю врачом». Неправильно говорит. «Я зарабатываю деньги на том, что я работаю врачом». Ну вот так необходимо. Поэтому я психолог, вы не психолог, вы человек. Но вы зарабатываете деньги на том, что вы принимаете людей как психолог. Залышится в Англии семьей, чем приезжают в Францию. В Англии или во Франции. В Англию лучше будет. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Сможет ли муж Михаил выехать за границу? Нет, до Нового года нет. Вообще никак. Дорогой учитель, подскажите у сына Павла, как только купил новую машину ДТП в течение месяца. Уже три машины. Возьмите вилку, обычную. Обычную вилку. Возьмите обычную вилку, которой кушаете. Или ложку. Или вилку, или ложку. И положите сзади сиденья, где он сидит. Положите ее в задний карман. Или прилепите сзади сиденья. И после этого не снимайте в течение года. И никогда не попадет ни в какую аварию. Второй вариант. Такую вилку можно прицепить под капот, так чтобы она смотрела вперед. А еще лучше взять четыре вилки. Их крест-накрест связать и повесить под капот. Тогда не будет никогда аварии. Солнце. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, какая у меня миссия на земле? Зовут Индира. Ваша миссия на земле жить. У каждого человека миссия на земле жить. Что дал Бог людям? Он дал возможность человеку сделать выбор. Проявить свою волю и жить, как он захочет. Или проявить не свою волю и жить, как ему дадут какие-нибудь силы, которым он служит. Вот мы, эзотерики, занимаемся тем, что проявляем свою волю. Нам, эзотерикам, все равно, как стоят звезды. Нам все равно, кто к нам как относится. Нам все равно, есть ли сглазы или порчи. Мы идем своим путем. Воли. Хотим, чтобы у нас было в жизни счастье, да. Хотим, чтобы было много денег, да. Хотим, чтобы жена и муж были здоровы, да. Это наш путь воли. Путь воли заставляет человека волевым усилием, читать мантры, занимаясь эзотерикой, практикуя практики, изменяться. Как я. Представляете? Оказывается, нашей воле может подчиняться даже тело. Может худеть, молодеть, морщины разглаживаться и так далее. Главная воля. Но этому нужно обучаться. Марина Гринник. Приедналась до чату недавно. Может уже кто-то спитал. Чи? Продолжить термин обновления данных військов, въязных, звичайно цены про духовность на злобу дня, на жаль. Смотрите, не продолжат. Вот эти обновления данных они придумали для того, чтобы и сейчас не принимают в военкоматах. Это все связано с тем, чтобы потом, когда эти данные все равно придется сдавать, оштрафовать этих мужчин. Поэтому сейчас могут мужчины ждать момента, когда эти данные перестанут обновляться. Потом все равно им придется в военкомат туда идти. И каждый начнет. Готовьте этим людям деньги. В очередной раз я просто вижу некомпетенцию и маргинальную зависимость от денег и желания заработать даже во время того, что происходит в стране, огромное количество денег. Вот даже таким бессовестным совершенно способом. Что вам сказать? Мир меняется, только эти люди не меняются. Пожалуйста, есть ли возможность жить отдельно от детей? Сможем ли мы? Да. Я и два моих сына жить в каждой своем жилье. В своем нет, а вот в съемном, да. Здравствуйте, я Светлана. Есть ли у меня магические способности? Есть. Ну, есть. Так себе на самом деле. Почему они должны у вас быть? Для того, чтобы они были, нужно их развить. А чтобы развить, нужно от одного года до шести. Марина Котт. Спасибо большое за вашу оплату. Дуже приятно. Добрий вечер, Андрей Андреевич. Підскажите, будь ласка, чи у нас с человеком будут діти? Та в якой стране лучше жить в Украине, чем в Польше? Вам в Польше лучше жить? И на ваши питания, будут ли у вас с человеком діти, показывают, что мабуть так. У меня есть очень хороший препарат. Он называется Корунеш и Кинскит. Вот можно принимать и тот, и другой, и, скорее всего, сможете родить. Ну, у вас детки идут. Скорее всего, мальчика родить. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Син хочет поменять. Помните, я говорила о том, что нужно біля багатя ноги расставлять. То сейчас, когда будет полная луна, то сделайте багатя, сядьте так. И в одягу сядьте так, чтобы смотреть на это багатя. И так запомните том місце, де у вас живите перша чакра. И тоді діти будуть. Оксана Рибер. Здрасте, Андрей Андреевич. Сын хочет поменять работу. Стоит ему это делать? Однозначно. Очень нехорошая работа сейчас. Почему зарабатываю деньги, и они у меня не задерживаются? Потому что мало зарабатываете. Если бы вы зарабатывали много, они бы задерживались. Как у меня. Я зарабатываю много, и не могу потратить все. Поэтому они и задерживаются. А вы зарабатываете мало, а потребности большие. Ну и все. А что нужно делать? Дело в том, что вы спутали. Человек думает, что он может жить на работе, зарабатывать деньги. И это может его сделать счастливым. До того момента, пока человек находится в хвосте. До того момента, пока он на кого-то работает, денег он не заработает. Это такая особенность, знаете. Это уже другая история. Надо всегда стремиться на то, чтобы на вас работали, а не вы на кого-то. Очень приятно на вас смотреть и слушать. Сможем ли мы скоро купить свою квартиру, получится ли это? Нет, к сожалению, нет еще. Еще не время видно. А вы квартиру хотите, а нужно об этом не думать, работать и потом дом купить. Добрый вечер. Мой муж Игорь умер от ковида в 2020-м. Чувствую вину, что не уберегла его. Нет, очень агрессивный был ковид, и тогда умерло очень много людей. Есть ли вина? Нет. Вашей вины нет совершенно никакой. Есть вина совершенно других людей. Поверьте, это не вы. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, чем купить мне квартиру в Польше и оставить там жить? Показывает, что очень хорошо, если там оставить квартиру и купить себе квартиру. Но у вас равносильно. Если в Польше останетесь и купите квартиру, будете счастливы. Если в Украине, тоже будете счастливы. Если в Германии, тоже будете счастливы. Вообще у вас хорошая судьба, кстати. Хорошая судьба, счастливая. Видите, вы прожили тот период, когда можете быть несчастным. Главное, фамилию не менять. Галя Торчинович. Чебудут у моего сына доньки и доньки и диточки? Будут, да. Бога нет, мы сами боги есть. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Я это слышал. А там, если бы человек был богом, то он бы мог взять воду и эту воду сделать золотом. А так, что человек? Человек лег и умер. Был бы богом, мог бы сказать, умру или не умру. Нет, люди не боги, нет. Люди даже не люди. Потому что очень часто человек говорит, человек говорит, я живу своей жизнью. А потом вдруг вспыхнул и наорал на кого-то. А до этого был добрый, хороший. Так ты своей жизнью живешь или нет? Знаете, как много людей живет и боится сказать правду? А вообще та правда, которую может он сказать, она ему нравится или нет? А вообще она нужна вообще кому-то или нет? Люди часто живут таким образом, что они даже не знают, там, любят они кого-то или не любят. Там, хотят они чего-то или не хотят. Там человек встал, у него плохое настроение. Ну, чего у тебя плохое настроение? Это объяснить не может. И при этом мы еще и боги. Послушайте, у многих людей и так слишком завышена планка. Мы над люди, мы боги. Нет, поверьте мне, мы даже наполовину люди. Потому что очень часто наши сердца настолько скомканы. Все там находится подселение всевозможное. Знаете, и там сколько там настоящего в нас. Нам предстоит еще разобраться в дальнейшем. Андрій Андрійович нещодавно почав практикувати ваші поради та мантри. Допомогло вийти з навязливих станів. Дуже дякую. Будь ласка, Антон, хай у вас це буде. Дар'я Цуріка. Андрій Андрійович, устенним часом погано йде бизнес. У всех йде погано. Не розумію, що роблю не так. Чим більше стараюсь, тим гірше виходить. Чи покращиться з часом, чи міняти направление? Нет, на меня ти, але вепо ви не знати. Все. Чем більше о вас знают, чем більше у вас друзей, тем більше он будет получаться. А вы, получается, как бы пихаете его не тем путем или не тем боком. Вы делаете так. Чаще выходите в ТикТок, чаще об этом рассказываете в Инстаграме, чаще об этом рассказываете в Ютубе, создайте канал, а также знайте, что у вас действительно будет успех в этом бизнесе, но вам необходимо увеличить возможность работы с этим бизнесом, не знаю, что вы там собираетесь делать, если увеличить возможность работы с этим бизнесом в 40 раз. И уделять этому в 40 раз больше. Причем самое страшное, что вы не хотите делать, это нужно делать больше, чем все остальное. Вот так. Я мастер депиляции, клиентов мало, может это не мой путь и не моя дорога. Ваш путь и ваша дорога, сможете зарабатывать. Моя сфера деятельности, великолепно будет получаться все, что связано с косметологией, волосами и эпиляцией. Занимайтесь дальше. Массаж пройдите, все в порядке, у вас все хорошо. Найдите новое место работы, популяризируйте себя. Причем тут мой путь? А вас никто не знает. А вас никто не знает. Они как-то должны узнать, ваши клиенты, что вы есть. Как, вот, задайте себе вопрос. Те клиенты, которые хотят прийти к вам на эпиляцию. Вот сегодня мы дома разговаривали, и один из моих близких людей говорит, вот, я хочу сделать эпиляцию. Где мне найти эпиляцию, а мы живем в Киевской области. И вот она сразу же заходит в Google и пишет, эпиляция и дальше там в Киевской области. И там какие-то сообщения. Ну вот она в одно сообщение зашла, в другое, в третье. То есть она же как-то это ищет, как она должна найти. Вот сейчас напишите, нужна эпиляция, и дальше в каком городе вы находитесь, в каком районе, и так далее. Выпадаете вы на первое место? Не выпадаете. А как сделать, чтобы выпадать? Это является вашей задачей. А так вы сидите, ко мне никто не ходит, может это не мой путь. Так о вас никто не знает. Как они вас найдут? Как они, вообще задайте вопрос, как ваши клиенты должны вас найти? При помощи чего? Вы думали, что сарафанное радио будет? Ну почему они должны кому-то... Вот моя жена, она имеет пятерых детей. Она пошла, сделала эпиляцию, прибежала домой, ей нужно там еду готовить, пылесосить, там за мной смотреть и так далее. И у нее... Кому она расскажет, что она делала эпиляцию? Никому. Она вообще об этом умолчит. У нее никто и не спрашивает. Вот сегодня, когда моя... Там близкий человек искал, где сделать эпиляцию, никто не знал. И кто? Добрый вечер, Андрей Дэнч. Мне не почистит, будь ты любимой дружиной. Да, почистит. Получится ли у меня в своем бизнесе зарабатывать деньги или устраиваться наемником? Показывает, что получится. Ларин Ланита Нель. Підскажите, будь ласка, дуже хочу овладити немецкую мову и спілкуватися с носиями мовы, але, на жаль, не запомнитовую, що учу, що робити. Терпение и труд, все перетрут. Я вот с женой сегодня буквально разговаривал и говорю, мы выучили очень быстро языки. Я в свое время очень быстро выучил немецкий язык, а на английский. И специально делили и специально учили. Для чего это нужно было и как мы учили. Если каждый день уделять запоминанию один час, то сегодня учишь, не запоминаешь. Завтра учишь, не запоминаешь. Послезавтра учишь, не запоминаешь. Но если ты через пять дней повторяешь первый листок, то половину запоминаешь. И это упертость такая. У меня вот есть такая программа 30 дней. 30 дней по 100 слов каждый день. На каждом листочке 30 листочков. Первый день запоминаешь, первые слова откладываешь, второй день вторые слова откладываешь, третий день третий откладываешь, на тридцатый день тридцатый. Потом неделю делаешь перерыв, достаешь первый листочек, повторяешь часть этих слов, запоминаешь. На второй день второй листочек, часть этих слов запоминаешь. На третий месяц все эти 300 слов, которые по 100 слов, это 3000 слов. Уже практически половину знаешь. Я только не слова учу, а сразу реченью. Здрасте. Хочу поменять квартиру в столице, на дом в пригороде. Стоит ли это делать? Да. Живу в Минске. Спасибо. Будет ли Беларусь свободна? Будет. Будь ласка, че варто планувате развитие бизнеса в Украине, то повертатись до дома, че лежит шица в Немечине? У вас не идет счастливая жизнь в Германии. К сожалению, никак вообще. Но если вы останетесь, то жизнь сможете и богатство, но все равно не сможете, у вас почему-то не идет счастье там. В дальнейшем возвращайтесь. Здесь будет лучше. Вы очень прекрасный человек, я вас люблю как учителя. Я вернусь в Херсонскую область, сыновья на своей земле защищаются. Вернетесь, скорее всего. Скажи, когда я освобожусь от абьюза мужа, нет до того момента, пока вы будете с ним жить, он будет абьюзером. Это его характер, он так хочет. И что нужно делать, чтобы абьюзеры были не абьюзерами? Восхищайтесь этими людьми, не спорьте с ними. Говорите, да, любимый, как скажешь, любимый. В случае, если абьюз переходит все границы, то тогда не живите с такими людьми. А как вообще не жить? Едьте к родным, едьте к близким. Старайтесь, когда живете с кем-то, кто вас обижает, старайтесь не врать. Вот вообще никак ни в чем. Ни себе, ни близким, никому не придумывать, ни додумывать, ни врать. И тогда вот такие состояния у этого человека исчезнут. Вранье очень влияет на это. Правда, правда. Все-все у меня уже забирают. Я желаю вам счастья. Большое спасибо всем людям, которые сегодня мне задонатили. Это большое счастье. Я первый раз заработал ваш целых вот такую сумму. Она хоть и небольшая, но я обещаю, что все эти деньги пойдут за ссылку. Очень приятно. Я хочу вам пожелать прекрасных выходных. Хочу пожелать здоровья. Пусть все, у кого нет мужа и жены, пусть обязательно женятся, выйдут замуж. Пусть кто желает ребеночка, пусть появится ребенок. Пусть у кого нет любимого человека, пусть любимый человек появится. Пусть мужья-абьюзеры успокоятся, пусть здоровье излечится, пусть тяжелые болезни покинут, пусть богатство всегда вам дает возможности. Сейчас, вчера буквально, провел такой семинар, он называется «Калачакра, четвертая часть». Она была посвящена деньгам. И я там провел очень хорошие обряды такие. Это обряды выпрашивания, вымаливания, определенные обряды. Они очень старинные, переведенные мной на русский. И они очень эффективные. Если у вас есть возможность, и вы хотите изменить свою судьбу, то купите такой обряд, и обязательно его попроходите несколько раз. Допустим, он там час идет, можно перед сном его включать, и перед сном его слушать. Вот так сделайте 7 дней подряд, будете так приятно удивлены, психические заболевания отстанут, тяжелые финансовые состояния решатся, и улучшится общее семейное состояние. Я желаю вам всем счастья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok